Второй пакет антикризисных мер по спасению экономики Кыргызстана выглядит, конечно, более внушительно, чем первый. Здесь уже предусмотрены не только отсрочки по налоговым выплатам, но и трехмесячные налоговые каникулы. Правда, пока только тем, кто работает по патенту, то есть среднему бизнесу, эта мера не поможет ничем. Вторая мера поддержки – льготные кредиты. Вице-премьер Асрандиев в интервью изданию «Тазобек» пообещал выделить на эти цели 14 миллиардов суммов. Впрочем, сам же признал, средства эти пока еще не собраны, но правительство уже вроде как знает, где их можно взять. Сумма была рассчитана по итогам предварительных расчетов, по внутренним источникам и переговоров с донорами, от которых мы уже получили согласование по некоторым суммам. Признает Асрандиев и тот факт, что помочь получится далеко не всем. Средств этих недостаточно. Кто попадет в список, пока тоже неизвестно. Вице-премьер намекнул лишь, что приоритет у тех, кто работает в сфере производства и продажи продуктов питания, и у тех, кто обеспечивает максимальное число рабочих мест. Мы должны трезво оценивать свои возможности. На самом деле, 14 миллиардов суммов – это не такая большая сумма, которая могла бы покрыть потребности всех нуждающихся, всех субъектов бизнеса. Учитывая некоторую ограниченность наших ресурсов, необходимо выбирать приоритеты. Второй антикризисный план правительства, как, впрочем, и первый, уже размазали не только в соцсетях, но и в экспертном сообществе. Первый же вопрос к правительству – что делать с теми, кто взял кредиты и не может вернуть? В Кыргызстане сегодня более 800 тысяч заемщиков банков, которые взяли различные кредиты. И в силу этих обстоятельств многие не смогут оплатить эти кредиты. С другой стороны, это будет очень сильнейший удар по банковской системе страны. Еще одна претензия – у правительства нет понимания, насколько все действительно плохо. Власти не могут адекватно оценить реальную ситуацию, а значит, не смогут принять действенных мер. Сегодня все люди просят одного и того же – снизить нагрузку на арендные плачужие, кредиты в банках, налоговые обязательства. Если мы посмотрим на то, что предложило правительство, то увидим – власти не осознают глубину предстоящего кризиса. У них нет четкого понимания, что надо попытаться максимально спасти предпринимателей. По мнению всех, без исключения экономистов мира, нас ждет небывалый по своим масштабам и глубине глобальный кризис, может быть сопоставимый с кризисом 20-30-х годов. В парламенте мы не раз требовали представить открыто антикризисный план. Однако, кроме выдачи помощи в виде раздачи муки и пакетов с едой, отсрочки по выплате налогов никаких реальных и видимых шагов до сих пор нет. Впрочем, судя по действиям правительства с начала пандемии карантина, даже наличие грамотного антикризисного плана не спасет от экономического провала. Просто потому, что не умеют наши чиновники притворять в жизнь даже собственные планы. В нынешнем составе правительство ничего не сможет сделать. Если бы оно что-то могло, оно бы давно уже сделало. Им сейчас, что ни да, они абсолютно все завалят. Ни кадрово, ни структурно, ни функционально, они не готовы стать локомотивом перемен в лучшую сторону.